всем привет привет вы на канале дневник натали канал вне политики сегодня 10 октября 5 часов 32 минуты утра я собираюсь на работу приготовила свой утренний кофе снова у нас была неспокойная ночь приблизительно без 15 2 ночи снова мы слышали бахи снова были по городу прилеты в новостях узнала что было попадание в жилой дом снова разрушен снова есть жертва сейчас у нас все нормально воздушную тревогу отменили свет газ вода связь есть все потихонечку работает комментарии которые будут написаны на политическую тему у меня под видео будут все удаляться так что пожалуйста не пишите я не политик мы мирные люди поэтому нам нужно держаться вместе поддерживать друг друга в такое сложное время а не накапливать злобу и ожесточаться друг против друга всем спасибо за поддержку я очень очень вам благодарна спасибо что вы у нас есть вместе легче преодолевать все трудности спасибо большое за комментарии многие написали что нормально доступно объяснила по поводу хачапури мне очень приятно я старалась думала как же как же исправить свою ошибку которую не записала видео также всем большое спасибо по поводу блинчиков ребятки обязательно поделюсь рецептом на выходных вместе с вами приготовим блинчики покажу и рецепт как готовлю все подробненько вместе с вами приготовим по поводу орхидеи я еще не пересаживала мне нужно купить еще пару горшочков но и орхидеи как вы видели сильно плотные такие листья они еще напитаны водой я хочу чтобы немножечко они подсохли чтобы легче было вытаскивать из горшка и пересаживать очень не хочу травмировать и поломать поэтому как только они подсохнут мы с вами пересадим так как уже грунт кора у меня готовы и вчера я постригла своего малыша шекель у меня красавчик умничка просто любовь любовная кому интересно оставайтесь смотрите нам будет очень приятно всем привет ребятки немножко попыталась отдохнуть с трудом получается голова раскалывается уже третий день пью конечно лекарства помогает ничего не скажу да выпиваешь таблетку головная боль проходит но потом она снова возвращается не знаю на смену погоды нервы все это вместе это конечно состояние такое никакое вроде и дел много нужно делать и ты не можешь потому что никаких сил но села мы в себе обязательно находим потому что если мы не будем ничего делать за нас некому сделать правильно у меня там спрашивают где артурчик не видно артурчик на рыбалке все нормально приедет покажет свой улов что там как там все увидите у него на канале кто зашел новенький не знает у моего мужа есть свой рыбацкий канал он там выкладывает свои видео с рыбалки это его хобби это его болезни это его настроение это все 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 чем он как говорится увлекается это рыбалка 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 да я тоже люблю рыбалку но я люблю рыбалку поплавочную наблюдать за поплавку ну а муж уехал с компанией рыбаков так что приедет артурчик если что-то там он поймает я обязательно покажу его улов если привезет конечно бывает такое что наловит рыбу отпускает мы не такие любители прям рыбы но рыбачить любим но сейчас такое время мы делимся с соседями так я уже настроилась подстричь своего малыша сейчас я вам покажу что мне для этого нужно расскажу и приступим к стрижке конечно полностью всю стрижку я вам показать не могу буду делать монтаж но самое основное объясню потому что это время не маленькое и как бы очень сложно будет смотреть самое основное да еще хочу сказать что я нигде не училась когда у нас появился шекель я вот так в интернете искала видео обучающие видео как подстричь йорка как за ним ухаживать что нужно делать что можно что нельзя чтобы не навредить мы его очень очень любим я подписана на много групп собачников можно так сказать собаколюбителей и много было отзывов о нехороших ситуациях в грумерских собачек стрессы у собачек что-то пораненное и ну в общем тяжело после этого отходит потом собачке сложно доверять и все остальное это не просто там один-два комментария поста просто очень много для себя я решила что я сама буду ухаживать за своим шекелем все что нужно единственное что у меня плохое зрение и я не могу подстричь ему когатки так как у йоркова не черные и не просвещается капилляры я этого очень боюсь ему порезать капилляр поэтому ноготочки постригаем вид клинике тем более она у нас очень близко прям рядышком нужно пробежали нам коготочки подстригли он у меня на ручках я его не отдаю просто так вот что я все вижу держу его он доверяет и все проходит вот-вот фу нормально ну давайте приступим у меня вот такой триммер муж мне купил очень мне нравится у него есть три насадки сейчас покажу какие вот такая насадка чуть чуть пошире она мне очень очень нравилась но она и нравится и сейчас вот легко меняется вот ей я всегда работала но вот последнее время она почему-то вот сломалась она гудит вот как-то неправильно и она перестала вообще стричь не стрижет вот такая насадочка на чуть поменьше но как-то знаете непривычно мне но сейчас есть реку и вот смотрите звук совсем другой хотела новый триммер такой но у нас сейчас не работает алиэкспресса мы это все заказывали на алиэкспрессе именно такую и вот насадка сейчас покажу вот это подтачивать когда коготочки срезаешь подточить чтобы они не такие острые были но шакелюшки не нравится я попробовала он так как-то не очень отреагировал и он у нас же шоу ходит на улицу и стачивает свои коготочки об асфальт поэтому этим я не подтачиваю хотя знаю что многие это делают так вот этим триммером я подстригаю ему ушки он безопасен я всегда подставляю свой палец видите чтобы не порезать за ничего и вот так вот но вы увидите в дальнейшем подстригаю ушки интимные места лапки вот здесь вот между пальчиками все состригаю и основная стрижка у меня идет вот такой машинкой тоже мне нравится ставлю подбираю насадочку это специальная машинка для собачек и вот и хочу вам сейчас показать ножницы которые артурчик купил тоже для стрижки животных вот в таком чехле наборчик здесь вот идет расческа я ей не пользуюсь у меня есть мы отдельно покупали вот такая вот такой наборчик с ножничками давайте что вам покажу ножнички тоже покупали на алиэкспрессе мне нравится острые это ровные ножнички есть вот ножнички с вот таким вот закруглением ими хорошо вот так вот подстригать бороду вот с одной стороны и такие же ножнички только закругление идет в другую сторону вот смотрите видите сейчас покажу вот одни в одну сторону другие в другую и вот если надо с другой стороны вы спокойно вот подстригаете вот такие ножнички вот такие ножнички и еще есть филировочные наборчик очень хороший мне нравится пользуюсь им как вы думаете кто здесь спит кто здесь спит кто здесь спит эй привет привет мам ты чего ты чего и скажи мам я же сплю я же сплю и ребятки мама разбудила разбудила у нас вот такая барная стойка мне на ней удобно шапелюшку подстригать и я его должна зафиксировать ну это чисто моя подстраховка чтобы не переживать одеваю такой ошейничек у нас здесь наверху фруктовница и я фиксирую за фруктовницу делаю это для того чтобы шекель не соскользнул у меня со стола чтобы успеть его подхватить так все зафиксировали шекелюшку мой сладкий ребятки я же не сразу вот так вот начала стричь шекель а вот захотелось мне купили машинку и начала стричь я его приучала с маленького он у нас с двух с половиной месяцев и изначально вот таким малышам делаю только гигиеническую стрижку оденем насадку я попробую поближе вот так вот так поближе сделаем шекель не боится у меня ни фена ни включенной машинки жужжание все нужно приучать вовремя с маленького чтобы не было стресса и когда вы будете сами подстригать если вы настроитесь то всегда нужно разговаривать с ними ну что начнем я начинаю сразу вот так со спинки и состригаю на 45 градусов так я видела в интернете что так стригут во избежание лесенки и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...